Всем привет, друзья! С вами Дмитрий и канал Деревню. Я тут сегодня подумал, что наши ролики из деревни и так не блещут красотой и разнообразием в зимнее время. Все как-то про железки, еще про что-нибудь такое малоинтересное. И вот я подумал, что деревня это ведь не только живность и огороды, это ведь еще и еда. Поэтому сегодня мы будем делать домашний сыр. Коровы, как вы знаете, у нас нету и скорее всего не будет. Но мы для себя открыли здесь отличный канал поставок фермерского молока. Ну, первонаперво в нашем случае мы закупаем молоко и ставим его на сутки, иногда на двое в холодильник. Это у нас морозильный ларь, который имеет функцию холодильника. Специально приобрели для таких целей, чтобы какие-то объемные ведра ставить. Вот здесь 15 литров молока. Для чего мы ставим молоко в холодильник? Чтобы отстояли сливочки. То есть сверху у нас сейчас слой сливок, который мы аккуратненько ложкой снимем с этого молока. Большой ложечкой снимаем вот этот вот жирный слой сливок. Из сливок потом в дальнейшем можно будет сделать сметану, а можно их пропастеризовать. И это будет такая добавочка к кофе, например. Можно было, конечно, отсепарировать, но из снятого молока получается совсем такой грустный творог. Не очень вкусный какой-то. Нам не понравился, по крайней мере. Мы решили вот таким способом. То есть обезжириваем чисто вот то, что снимается ложкой с поверхности. И все, не более того, чтобы немножко жира в сыре все-таки оставалось. Ну и совсем жирное вот такое молоко оставлять не очень хорошо, на наш взгляд, по опыту. Потому что получается как-то тоже не то. Что-то вот такое среднее. Но это, опять же, на наш вкус. У каждого, как говорится, вкус свой. Ну, Дина Михайловна хорошо снимает. Наверное, почти 800 грамм тут. Я думаю, что можно уже и остановиться. Да. Вот это у нас немножко останется здесь жирка, чтобы получилось все красиво. Теперь я все это дело перемешаю тщательно и перелью в кастрюлю, в которой буду непосредственно уже делать сыр. Варить, скажем так. Все, когда молоко налито, я его перемещаю на плиту. Включаю газ. Вставляю термометр. И моя задача, нагреть молоко до температуры 37-38 градусов. Пока вы можете видеть, насколько хорошо охлаждает наш холодильничек. Вот 5,3 градуса. Вообще, он до плюс 5 охлаждает примерно. Сейчас пошел прирост температуры, потому что подогревается газом. Пока греется молоко, немножко расскажу про ферменты. Одно время мы пользовались вот таким народным ферментом мейта. Наверное, многим сыроварам знакомый. Нас он устраивал сначала, но потом как-то мы пришли к выводу, что что-то с него сыр получается какой-то резинистый такой, скрипучий. Это нам не очень понравилось, и мы решили попробовать другой. Вот в данный момент мы используем пепсин говяжий. Результат нас вполне устраивает. Фермент нужно будет развести в теплой воде, тоже градусов 37-40 температура должна быть. И только после этого залить в молоко. Мы пробовали сыпать его просто порошком. Даже необходимое количество набираешь. Там такая мерная ложечка есть внутри баночки. Когда набираешь необходимое количество и просто засыпаешь в молоко, очень плохой результат получается. Долго ждать приходится, не работает. Но стоит только его развести в теплой воде, залить, то есть следовать технологии, то все получается превосходно. Молоко наше, как видите, уже подогревает. Вот уже 19,5 градусов на термометре. И температура продолжает расти. Главное не проспать и не вскипятить его. Вон как кастрюлька запотела-то. Холодно еще. Ну что, друзья, температура у нас уже на подходе. Поэтому плитку я перевожу в такой дежурный тлеющий огонек, чтобы она медленно нарастала. А мы в это время займемся разведением фермента. Я уже налил теплой воды в мисочку необходимой температуры. И сейчас вот буквально мерную ложечку фермента кладу. В чашку. И просто это дело перемешиваю. Растворяю в воде фермент. Ну, в это время на тлеющем режиме, видите, наше молоко уже подошло к необходимой температуре 37-38 градусов. Это самое время, чтобы залить туда фермент. Ничего сложного. Достаем термометр. Открываем крышку. Выливаем фермент. И быстренько-быстренько, тщательно все это дело перемешиваем. Все. Перемешали. Накрываем крышкой. Оставляем термометр для контроля температуры, потому что иногда приходится маленечко подогревать снизу, чтобы держалась примерно одна и та же температура 37-38 градусов. И ждем. Ждать приходится когда как. То есть зависит это от молока. В данный момент огонь я выключаю полностью, потому что температура у нас уже нормально, даже немножко зашкаливала. Ну, в этом ничего страшного нет. Она сейчас просто будет медленно остывать. Это только в пользу. Фермент будет работать еще быстрее. Так, ну вот, друзья мои, немножко подогревал даже. Прошло в результате у меня часа два. Даже пришлось еще за кадром добавить еще одну порцайку сюда. Потому что, по всей видимости, фермент уже старенький. И не очень берет. Но, тем не менее, вот если понаблюдать, получается такая масса, которая вот густеет. Еще это не такая не твердая шапка, но уже масса. Еще чуть-чуть, и мы ее нарежем ножом на дольки. Это будет следующий этап. Ну что, пришло время для следующего этапа. Думаю, здесь все уже готово. Будем нарезать. У меня вот такой длинный ножичек есть. И я вот эту сырную массу сверху просто нарезаю вот на такие дольки. Ну, как бы разъединяю ее. Такие вот надрезы делаю. Чтобы она не была единым комком, а была вот разделена на несколько таких кубиков, квадратиков, не знаю. Параллели пипедов, кому что удобно. Даже можно еще и подрезать вот таким образом, по диагонали. Для этого, конечно, удобен как раз длинный нож. Чтобы это все у нас потом не скомковалось. То есть я как будто эту массу раздробил. Все, пусть дальше стоит. Опускаю туда также термометр, чтобы отслеживать температуру. И ждем дальше. Между этими комочками, квадратиками, то, что мы нарезали, должна появиться такая зеленоватая сыворотка. Желтоватая-зеленоватая. И периодически будем помешивать. Ну, покажу, что примерно получается. То есть это вот такие как бы кубики, которые плавают в таком бульоне, в сыворотке. Прошло, наверное, уже минут 10. Видите, вот такое произошло отделение. У нас есть сыворотка. И есть вот такие вот комочки. И я просто это дело вот так вот начинаю теперь плавненько перемешивать. Какие-то крупные комочки я раздробляю на более мелкие. Вот такая вот у нас масса получается. Потихонечку образуются вот эти вот сырные комочки. Сворачивается молочный белок. С помощью фермента. И вот такая интересная у нас масса получается. Ну, температура у нас примерно в норме. Сейчас я немножко включил. Чуть-чуть подогрелось. И вот, немного выше 38, но это не страшно. Прошло еще совсем немного времени. И видите, сыр наш будущий превращается уже в совсем мелкие-мелкие зернышки. То есть, я их тут надробил, не допуская образования крупных каких-то. Все, фактически он готов. Вот эта масса для того, чтобы слить сыворотку. А вот эти зерна, как я уже говорил, мы будем отбрасывать на душлаг, солить и отправлять в пресс. Так, сливаем сыворотку. Сразу через душлаг, чтобы отлавливать проскакивающие сырные зерна, чтобы ничто не ускользнуло от нас. Ну, такая приличная масса собирается. Чуть не половина кастрюли, но обольщаться не стоит. Тут процентов на 50 она состоит из сыворотки. Все это дело из нее потом выпрессуется, выжмется. и на выходе у нас будет порядка кстати, каждый раз по-разному. От 600 до килограмма сыра. Ну вот, готово. Все это дело свалили в душлаг. Теперь можно еще немножко так пожмякать массу, чтобы сыворотка охотнее отходила от нее. и далее можно будет это дело все посолить и уже отправлять в пресс. Ну, пресс это такое условное название, это там две чаши, я потом покажу чуть позже. Пресс как таковой у меня еще не готов, по идее, надо его собрать, сделать. Я уже даже купил автомобильный домкрат, позже буду мастерить его. Хочу сделать пресс своими руками, как говорится. но пока сейчас вымешиваю, чтобы вышла лишняя сыворотка. Всю ее, конечно, вот так вот не выжмешь отсюда, но стремиться к этому нужно, как говорится. Дело в том, что если я сейчас посолю его и вот со всей этой массой положу в пресс, во-первых, есть риск, что это все не влезет туда, а во-вторых, вся соль с сывороткой потом выйдет и будет абсолютно такой пресный, безвкусный сыр. Мы уже это проходили, соли надо прям сыпать много. чуть ли не две столовых ложки вот на такую массу с горкой и есть риск, что этого даже окажется мало, потому что часть соли просто уйдет с сывороткой и все. А не соленый такой он получается вообще безвкусный, какой-то пресный такой сыр. Это мы на первых этапах так вот делали, не могли понять, почему такой не соленый. Оказывается, соль уходит с сывороткой вместе. Ну что, так вот обтекло уже, какие-то отдельные капельки капают, это уже, как говорится, ни о чем. Сейчас самое время пришло посолить, то есть я беру ложечку соли столовую с горкой и еще ложечку соли столовую с горкой. Надеюсь, этого хватит. И теперь все это дело опять перемешиваю и опять у меня немножко уйдет с сывороткой с соли. Вот это ушло. Так. Бывает такое. Сейчас мы эту массу еще раз процетим. Видите, бывают всякие приключения, нюансы, даже когда уже не первый раз это делаешь. Ну, в общем, все не так страшно оказалось. Там буквально, может, грамм 150 у нас нырнуло. Все это дело мы отловили, вернули на место. Взял чашечку поменьше. Теперь точно ничего никуда у нас не улетит. Ну, этап следующий. Сейчас мы вот в этот пресек, чашечку, постараемся уложить всю эту массу. Это пластиковая такая форма. Она перфорированная с отверстиями и к ней есть крышечка вот такая. То есть они так довольно плотно заходят друг у друга позволяют прессовать сыр. Запах, кстати, укропа остался. Дело в том, что мы иногда добавляем в сыр укроп, чеснок. Получаются очень интересные такие вкусы. В этот раз я сделаю просто обыкновенный сыр без всяких ароматических добавок. Много получилась масса. Я боюсь, что у них еще не войдет. Это, конечно, радостно, когда так придется утрамбовывать. Так, ну вот, друзья, удалось мне все это дело запихать в одну форму. Это, конечно, радостно, что так много на самом деле получилось. И теперь вот этап такой. Необходимо вот это дело в идеале поместить под пресс, под гнет какой-то такой приличный, чтобы излишки сыворотки из него, из этой массы выдавить. Но пресса, как я вам сказал, у меня пока в наличии нет. То есть, я пользуюсь какими-то подручными средствами. Вот сейчас буду долго-долго давить за кадром. Вот это дело. Основную массу сыворотки выжимать. потом положу какой-нибудь гнет, грузик сюда. Причем надо следить, если сильно тяжелый груз, бывает, что вот так вот перекашивает и груз спрыгивает на пол куда-нибудь. В общем, не очень все это дело удобно. И приличный грузик сложно найти вот такой формы. Поэтому выход один делать пресс. В общем, пока я буду бороться с этим сыром за кадром и надеюсь вам покажу уже готовую такую головку молодого сыра. Так, ну вот, для вас прошло мгновение сущие, а для меня это следующий день. Как мог отпрессовал, что смог выдавил. В общем, получилось нечто вот что. Вот такая штука с глянцевым блеском. Сейчас я это дело извлеку и уже покажу, что у нас вышло. Процесс извлечения то еще приключение бывает. Не всегда с первого раза выходит. Вот, пошел. вот такая вот плюшка шайбочка получилась. Красивенькая белая головка сыра. сейчас я ее взвешиваю и озвучу сколько получилось. Итак, момент истины. Та-дам! Ну, как вы видите, 1180 грамм в этот раз. Часть, конечно, от этого это вот остаточная сыворотка, которую не удалось до конца отпрессовать. В идеале, конечно, этот сыр должен, по идее, вызревать, лежать, теряя остаточную влагу вот эту и он становится потом таким желтеньким, красивым. Но мы, как правило, не додерживаем его до этой кондиции. Обычно это у нас неделя, максимум две, и мы все-таки съедаем этот сыр молодым, так и не дождавшись. Но, может быть, когда-нибудь мы все-таки дождемся этого момента. Ну, даже в таком состоянии это довольно такой вкусный и полезный продукт. Ну, а на этом все. Надеюсь, мое видео было интересным и полезным для вас. А я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова